Всем привет! Это шоу «Жара» в эфире, и всё, что вы видите, происходит здесь и сейчас. Меня зовут Костя Браво, а в гостях у нас королева русского R&B Биянка. Ну, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, слушайте, молодая леди, а вы просто конфетка. Ну, рассказывайте, что, как мы так, как, 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 это, это залы, это диета, что, что, ну просто, ну, красотка. Спасибо. Во-первых, во-вторых, здравствуйте всем, дорогие друзья. Это целый комплекс, это эндокринолог, это разбор гормонов, очень жёсткий, потому что мне не хватало гормонов. Это, как это называется, скопия, вот это, как ты туда заслужил. Гастроскопия. Гастроскопия, это всё очень тяжело, бассейн, спорт, танцы, нервы, и вот я у вас. Ну, наконец-то, мы всё ждали. А вообще, какие-то, ну, наверняка же каждая девчонка скажет, там, смотря этот эфир, ой, да нет, она на 100% там на диетах сидит. Есть какие-то реально диеты, ограничения? Ну, конечно, я не ем сахар, конфеты, естественно, я не ем жареную картошку, естественно, я не ем, там, не знаю, сало, яйца жареные на сале, что-то в этом духе. Я ем всё такое очень спокойное, белок, на пару, рыба на пару. Меня отвлекают эти клипы ваши, которые там идут. А, не важно, не отвлекайся, я тут. Я их никогда не видела. Я их тоже, я затылком к ним сижу. Так. Вот, то есть я не ем всё то, что нельзя, я очень мало соли употребляю. Ничего газированного вообще нельзя, естественно. Ну, ты вообще, а есть вот эти соблазны-то, хочется или уже прям вообще как-то сконцентрировано? Знаешь, сейчас уже, учитывая то, что у меня были реально со здоровьем, уже начинались проблемы в тот момент, когда я весила 90 килограмм, я поняла, что у меня вообще всё равно, главное быть здоровой и нравиться себе в зеркале и на телеэкране. Потому что это моя профессия и пол моей жизни. Ну, ну что, ну молодец. Ну вот мы видим это. Слушай, давай тогда эту тему немножечко от неё отступим. И мы хотим о тебе и вообще тебя ещё чуть больше, глубже узнать. А как это сделать, конечно же, с помощью Блица. То есть вопросы между собой не связаны. Ну вот если есть какая-то история сопутствующая, рассказываем. Давай, первое. А каким был самый экстремальный поступок в твоей жизни? Ой, господи. О-о-о-о! Самый экстремальный поступок. Я очень сильно боюсь высоты. Если это можно назвать экстримом каким-то таким, да? Ну, то есть, ну, во-первых, я подавала очень много в суды и выигрывала все эти суды. Причём, подавала в суды на очень большие лейблы. Я была одна с юристом. Так, сейчас высота, лейблы. Я пытаюсь связать. Я женщина. Не ищу в этом связи. Не ищу. А значит, я расскажу лучше про лейблы. Давай. Конечно, это было очень таким поступком, даже мужским, я бы сказала, потому что я была одна, со мной был один юрист, а там целая компания, у которой 85 юристов, как бы очень много денег, и они могли бы меня задавить просто как нифиг-нафиг, но этого не произошло, потому что российский суд самый добросовестный суд в мире. Я уже не впервые убеждаюсь, потому что я опять подала в суд на ещё один лейбл, вот недавно совсем. Ты решил со всеми лейблами? Да, я открыла свой лейбл собственный, узнала, насколько меня, к сожалению, у вас нельзя ругаться матом, все знают мою любовь, да, такую слабость, насколько денег меня обманывали эти нехорошие люди. Нагревали. Нагревали. Хорошо, пускай будет так. Не додавали. Не додавали. Не додавали. Отложили и забыли. И когда я об этом узнала, я открыла свой лейбл, набрала очень крутой персонал, теперь я знаю каждый отчёт, откуда что пришло, куда что ушло, и так далее, и тому подобное. И, конечно же, я подаю в суд, потому что денежка-то была, всё, что я заработала, всё моё, правильно? Всё правильно. Соответственно, люди должны понести наказание, и я думаю, они понесут. О каких суммах идёт речь? Сколько? О больших суммах. Больше, чем 10 миллионов. Рублей? Ну, рублей, как бы ты не думаешь, что тут певцы такие, 10 миллиардов долларов. Ну, слушай, ты хитмейкер просто, мне кажется, как минимум каждый год по хиту. Отчисления-то мне приходили, но какие-то суммы забывались, ну, забывались. Ну, понятно. Подари, понятно, да. Продолжай. Вот, и не в одном из лейблов, то есть там было и 10, и 20. А, то есть в одном лейбле 10, в другом 20, в другом 30. Да, да. И тут целый дом, получается. Так получается, да, хороший. Хороший дом, между прочим. Сторон рублёвки. Вот так вот, всё, блянка. А ты могла уже давно жить на Манхэттене, да? Я не хочу жить на Манхэттене, я хочу жить там, где я живу. Молодец. Так, в итоге сколько ты уже вернула себе? Я вернула себе почти всё, кроме того, что мне должен крайний лейбл. А почему ты, как сказать, последний лейбл? Ты думаешь, что есть ещё кто-то? Привычка, привычка. Я спортсменка с детства, поэтому крайний, не последний крайний. Крайний, я понял. Так, ну то есть, в общем, практически всё уже. Ты посчитал, посчитал. Да, я быстренько посчитал, я с математикой дружу. А я? Нет. Да, это мы уже поняли тоже. И также поняли, что близ подразумевает вообще другое. Ну давай, поехали. Это было интересно. Веришь ли ты в гороскопы, астрологию или чёрную магию? Блин! Видимо, да. Так. Вот сейчас вот начну вот это писать после эфира, что вот, что она там всё напридумывала, что это такое. Ах, порча? Во-первых, я тебе скажу, у меня была уборщица, которая мне в трусике застегнула булавку. А это очень многое значит для тех, кто знает, что это значит. Но я не скажу об этом сейчас. Угу. У меня было столько всяких таких каких-то сверхъестественного в жизни, что я реально в это верю. У меня подруга гадает на таро. Так. Естественно, что каждый раз, когда я что-то хочу там узнать, я такая ей звоню, алло. То есть ты постоянно ей звонишь? А она постоянно. Мы с ней отдыхаем, ну, ездим там вместе в Таиланд, допустим, отдыхать. То есть у нас очень классный вайб. Такой мэтч сложился, знаешь? Так-так-так-так-так-так-так. И она говорит мне, что у меня тоже есть какие-то силы, то есть что я могу как-то... А чёрная кошка – это моветон или тоже? Лучше не перебегать. Нет, чёрная кошка – это сфигня. А, да? Ну, чёрная какая растет. Ну, после иглы в трусах-то это да, это фигня, действительно. Ну, после... Нет, игла в трусах – это уже действительно человек, который тебе энергетически желает очень плохого всего. Ага. Прям очень плохого всего. А в этот момент что-то произошло как раз с тобой? Ты веришь в энергию? Конечно, всё пропитано энергией. Ну, вот. Когда человек тебе энергетически с очень сильной энергией желает зла, то если ты, как бы, вот это вот увидишь, и ты можешь пробиться реально. А вдруг не увидишь, и вот ты ходишь в этих трусиках с этой вот намотанной, там, намоленной, грубо говоря, в плохом смысле булавкой, и, конечно же, это может привести к плохим событиям. Нет, мы за песочек в трусиках, как ты и пела... Песочек, в трусах песочек. Вот мы про такой лучше, да, песочек. Лучше в трусах песочек, чем булавка, дорогие друзья. Хорошо, а вот такой вопрос. Свяжем первый ответ со вторым. А по поводу победы в судах, тебе Тарола как раз и говорила, что ты победишь? Я спрашивала. Ну, естественно, я догадываюсь. Она говорила, ничего не бойся, иди, всё будет хорошо. И вот про крайний лейбл, он тоже говорит, добивай их? А вот про этот я не спрашивала, потому что я уверена, что всё будет хорошо, там столько страйков на них, что, как бы, ну, им просто некуда деваться. Ну, с тобой только попробуйте с ней повоевать. Сразу порчу, друзья. Лучше со мной по-доброму. Профессионально ставит порчу. Так, давай дальше. Во сколько лет ты впервые поцеловалась? Помнишь ли ты этот поцелуй? Двенадцать лет мне было. Ух ты! Типа рано? Ну нет, я имею в виду, а ты как поцеловалась? Прямо в засос. Ух ты какая! У меня учи... Я расскажу, как это было. Это был... Блин, почему он с матом не растет? Ну, так выше... Ну, извини! Извини! В общем, это было очень прикольно. Я подошла к одному своему знакомому парню из ДЮЦа. Что такое ДЮЦ? Если кто-то не знает, то и не надо. В общем, и говорю... В ДЮЦа бились. Я говорю, нет. Это дом, где, скажем... Все, хорошо. Это белорусский, все равно никто ничего не поймет. Угу. Я, короче, говорю... Максим, мне очень нравится этот мальчик. А он старше меня был. Ему было 16. Я говорю, а я не умею целоваться. Я ни разу не целоваться. Говорю, поцелуй. Он учил меня поцеловаться. Целоваться научи. А Максиму сколько лет было? Максиму 15. Ага. Ну, чуть-чуть младше того парня. А они друзья. И даже так? То есть ты и с тем, и с тем? Ах ты ж! Так, хорошо. Он мне научил. Угу. Вот. Он мне научил, но влюбился в меня. А я потом, потом с этим мальчиком, ну, там, сюсю-мусю, да? И, ну, как бы, все. Вроде бы начали встречаться. Даже встречались там какой-то месяц. Но он же взрослый. А мне-то 12. Ну, как бы, сам понимаешь. Ему нужно уже что? Угу. Ему уже нужно дом на Рублевке. Да-да-да. А тебе все еще просто... А мне все еще просто сосаться. Да. Уфу. В общем, без дюца здесь не обошлось. Без дюца... Жизнь и жизнь. Ты не представляешь вообще. Да. Без дюца какой-то. воплощена. Красиво. Тут, как говорится, а без вариантов. А дралась когда-нибудь с девушкой? Очень. Ну, я даже, знаешь, посмотрю на этот вопрос уже, услышав от тебя предыдущий ответ, думаю, что за глупость. Да. Да, я верю, а ты прям «на» или «на»? Нет, ну вот такая вот драка, это всё для блондинок. А мы дрались так нормально. Волосы выдирала? Волосы выдирали, бусы какие-то там драли, одежду там вот это всё. И потом целоваться 15-летним. И потом через день, извини, извини, ну хорошо, хорошо, ну вот так. Хорошо. Какой была твоя самая глупая покупка в жизни? Слушай, шуба на зиму без рукавов и шиншилы. Уже смешно. Очень дорогая. Ну за сколько? Она очень дорогая, очень дорогая шуба. Я не хочу говорить, чтобы люди где-то там… А это жилетка, получается, была такая. То есть, ты понимаешь, она как бы вот посюда. Вот посюда рукава зимняя, ну посюда, то есть типа тёплая. Да. А по делу, по делу, в ней можно ходить плюс 5. То есть, когда уже как бы не вовремя. Это просто типа, смотрите, я богатая. Ага, хорошо. Ну кто-то её увидел в итоге на тебе? Конечно. Ну всё, все видишь, ты богатая. Я ношу, даже если мне холодно. А, я понял, идём дальше. Так, а есть ли у тебя какие-то фобии или страхи? А, высота, я запомнил уже. Если ты читал, ты же журналист, ты должен был читать какую-то мою биографию. Так. Да. Ну, рассказать, может быть, кто-то не знает? Да я думаю, что все знают, что у меня панические атаки. И я бы не хотела об этом говорить. Дальше. Контактик может не получиться. Сколько раз тебе делали предложение руки и сердца? Скажу сейчас, 7. А мне просто, если поставили этот вопрос, я уже помню 7. Я не про то, что ты так резко ответила, а про количество. 7. И я всегда соглашалась. А, да? Во всём про так. Смотри, всё прикол. Я соглашалась. Ну, а я же один раз была всё-таки замка. Да. Это мы помним. Недолго. Это тоже мы помним. Но была. Несколько месяцев тебе хватило, собственно. Да, мне хватило всё понять. В общем, я соглашалась, забирала кольца, а потом говорила, что извини, я разлюбила. А потом бах, и шуба без рукавов. Янка, а у тебя давненько не было уже ещё треков. Мы очень ждём. Ты хитмейкер настоящий. Когда следующие релизы? Давай немножечко о творчестве поговорим. Ну, во-первых, я написала очень много треков для своих артистов на своём лейбле. Это очень мне далось нелегко, потому что я ещё продюсирую, плюс ко всему, их вокал. Это нелегко, честно скажу. Я никогда не собиралась этим заниматься. Слушай, как этому жизнь меня не готовила. Ну да, но это прикольно. Это какое-то новое ответвление в моей жизни. Я, мы записали трек с Птахой, который… Я, мы, Птаха. С которым мы, кстати, помирились. Мы очень долго не общались с ним. И как вы помирились? Кто пришёл первым на примирение? Он пришёл первым на примирение. Ну, конечно. Я расскажу. Птаха – это человек, просто непосредственность. Значит, я ему пишу. Птах, мне что-то нужно. А он друг мой, прям вот друг-друг. Каждый день общались. Я говорю, так, мне нужно вот это… Не отвечает. Ну ладно, мы уже занятым концертом, ещё что-то. Проходит три дня. Месяц. Три месяца. Но я гордая уже, больше писать ничего не стала. Я в одном из интервью, говорю, мы поругались с Птахой. Он в следующий день после этого интервью мне звонил. Он говорит, ты чё? Чё мы поругались? Три года прошло. Я говорю, в смысле, Давид, ты мне не звонил, не отвечал три года. Он говорит, да, наверное, телефон чё-то сменил я. Три года? Я говорю, Давид, что ты врёшь? В общем, я говорю, ладно, я тебя прощаю, ты очень обаятельный. И он, правда, был для меня очень важен как друг. И вот сейчас мы с ним записали фит, и он очень красивый. И ещё будет фит с одной прекрасной, очаровательной, красивейшей женщиной нашей эстрады. Русской. Русской. Да, арэмбишной. Так, а давай про лейбл, мне стало интересно. А кто у тебя сейчас в лейбле? Какие артисты? Или кого ты к себе, может, переманила из каких-то уже именитых, например? Не, ну смотри, есть некоторые треки отдельные, например, Юлиана. Наш трек с Юлианой у меня на лейбле. Там ещё что-то тоже у меня на лейбле. То есть я так, ну… Сначала по дистрибьюции по чуть-чуть, да? Да, вот Артур у меня есть на лейбле, который… Песня у него есть известная, называется «Любовь». Вот. Потом у меня «Биг Бета», у которой уже был… Мне кажется, многие знают «Биг Бету» здесь, в этой студии. Может быть, ты не знаешь? Знаю, знаю, знаю. Хорошо. Вот она. Она написала очень классный… Не она написала, а ей написали очень классный трек. А потом у меня «Дегги». Какая-то сумасшедшая ситуация. Человек работал просто на заводе. Я дала клич, что я зову всех талантливых и желающих, ко мне на лейбл. И он такой, вот я хочу. Он работал на заводе. Что-то столя. Ну, что-то такое. Я не разбираюсь в этом всём, да? Угу. И вот такой простой совершенно парень. И написал какую-то песню. Она стала просто за неделю в топ-100 на Ютубе по трекам. Мы офигели. А потом… Ну, мы – это я и моя команда. Потому что одна я, естественно, ничего бы этого не сделала. А потом… А потом… Он написал ещё один трек, который скоро релизнётся. Он ещё круче. И я уверена, что он станет прямо вот супер-хитом. И встанет там в ВК везде в топы. Без всяких там вот этих вот манипуляций, ты понимаешь? Да. Ну, слушай. А как вообще к тебе сейчас, когда ты уже набрал какую-то команду, как к сейчас тебе могут артисты прийти, попасть? Что, они как-то… они также могут тебе просто присылать свои демки, заявки и прочее? Конечно. Он мне присылает постоянно. И если мне что-то нравится, я… Вот, пожалуйста, в любую социальную сеть заходите. Там будет написан контакт «Максим Чёрный». Это мой агент. Вот присылайте ему свои демо на почту. И, собственно говоря, я эти демо прослушиваю самостоятельно. И принимаю решение, подходит нам этот человек или нет. Слушай, у тебя вот у самой столько наверняка в полках лежит этих хитов, песен. Вот, а час ли было такое, что очень долго лежали, а потом такая «О, пришло время» и выпустила? Бывало такое? Нет, никогда. То есть оно всё сию минуту, то есть сейчас под тренд, под настроение и прочее. То есть ты не откладываешь песни, потому что многие артисты вот забывают про них потом. О, вот этот трек, о, выпускаю, о, хит. Я знаю. Я знаю, что, например, у Ню есть такой певец. Многие его знают. Ню такой, соберет такой хомячок. Мари Крайнбрери тоже такая, говорит… А как ты её опишешь? Если Ню хомячок, то она кто? Ну, зайчик. Зайчик. Хорошо, пока всё мило. Хомячок-зайчик, посмотрим, что будет дальше. Ха-ха-ха. Вот, она тоже такая, что-то копит, копит. О, такая у меня демка там есть. Я такая, что вы собираетесь эти демки? Я люблю что-то новое. Меня вот уже не заводит то, что старое, понимаешь? Это как вернуться к бывшему. Не заводит тебя такая перспектива? Не, вообще ни разу. Я понял. Так, а вообще, а с кем из артистов ты вообще… Кому ты писала треки? Ну вот понятно, с Юлианой, да. Ты не такой, мне кажется, это гимн просто вообще. Это попсы, гимн попсы. А кому ещё ты писал из таких, возможно? Из последнего, то, что мы можем не знать, что это ты писала. Мне очень многие просят написать трек, очень многие певцы. Я прям даже не хочу перечислять, чтобы… Может быть, они не хотят, да? Да, безусловно, я понимаю. Может быть, они хотят, чтобы там… Я понимаю, о чём ты. Кто это? Да. Но, что я хочу сказать, что просто очень дорого. Во-первых, дорого… Нет, для них не дорого, не дорого. У меня не хватает времени на это всё. Мне интереснее писать для своих артистов. Потому что они мои артисты, у меня с ними заключены контракты на определённое какое-то время, да, и просто если я буду вот так вот распыляться, я себе ничего не напишу, мне кажется. А самый дорогой трек сколько тебе стоил? Самый дорогой? Который ты продала, именно, да? Полтора миллиона. Рублей? Да. Ну, мне кажется, многие наши артисты могут себе позволить подобные. Да, конечно, но не многие хотят отдавать ещё потом роялти с этого. Они хотят просто купить и всё. А вот тут-то да. А ты-то уже на опыте. А тут ты уже на опыте. Ты уже со всеми пересудилась. Мы уже затронули тему фитов, у тебя их действительно огромное количество. Вот скажи, пожалуйста, а есть ли ещё хоть кто-то, с кем бы ты хотела записать дуэт? Или уже, по сути, с кем хотела, с теми записала? Нет, очень много с кем бы я хотела записать дуэт. Я говорю в каждом интервью. В каждом. И я так понимаю, что, наверное, всё-таки он меня недолюбливает. Или не знаю. В нашем интервью повтори, а я проконтролирую. Я повторю в 100 раз с Бастой. Я хочу с Бастой спеть. У него столько дуэтов с девочками какими-то, которые поют хуже, чем я. Извините, не все, но очень многие. Ну и как бы они не бьянка, как минимум. Да, они, например, моно там. А мы, ну нет, я не беру таких хороших. Я беру каких-то вот таких вот раньше. Выли какие-то, что-то непонятно что, да? А я хотела с ним дуэт, как только вот я его увидела, я поняла, что у нас очень много общего. Может быть, он так не считает. Баста, я пишу песни, ты пишешь песни, ты R&B и я R&B. Я умею считать дуэт, и ты умею считать. Баста, ну предложи мне дуэт. Ребят, пойдемте пока поговорить с Бастой. Тут незаконичные вопросики есть. Так, хорошо. Скажи, пожалуйста, а есть такие артисты, с кем ты никогда бы дуэт не записала? Конечно. Например? Да, куча. Ну, например. По-моему, 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 ровно большая часть. Ну, ты думаешь, я имя буду называть? Зачем мне вот это, чтобы меня человек ненавидел? Ну, есть. Ну, которые вот эти вот все, которые хорошо очень поют, красиво. Я просто молчал надежде, что ты так скажешь. Все, ладно. Да ладно, ладно, ладно. Ну, хорошо, хорошо. Ну, есть те, которые прям бетербесят, думаешь. Как? Как так? А потом понимаешь, что там же, да, папа. Или мама там. Или кто-то еще. Да. Опа. Давай, у нас есть традиционная рубрика «Кто из них?» Я специально говорю громче, потому что мало ли ты что-то скажешь такого, чтобы потом не вырежешь перу. Нет, я знаю, когда нужно говорить прилично. Я умею прекрасно говорить, красноречиво, хлестко и так далее. Поэтому я знаю, что булочки – это не матерное слово. Это не в цензуре. В цензуре. Не в цензуре, как правильно? Наоборот, в цензуре. В цензуре. В цензуре. Красноречиво, как никогда. Так вот, давай, сейчас у нас будет рубрика «Кто из них?» Я… Ты не слышишь. Нет, ну давай, ты же правда матку любишь рубить? Ну ты же понимаешь, что это провокация чистой воды? Смотри. Нет. То есть я их всех знаю, мы со всеми общаемся. Ну смотри, Мот очень талантливый, он танцует, поет, пишет. Мари танцует, поет, пишет. Смотри, ты можешь выделить какой-то один фактор, например, я тебе помогаю? Например, вот кто-то… Я думаешь, мне нужно помогать. Ну сейчас, да, видно по взгляду. Да? Или мать-нибудь провокация, да. Я хочу провокация, но не хочу провокация. Знаешь, меня туда-сюда колбасит. Хорошо, давай. Все талантливые, правильно? Все талантливые. Ну это хоть и правда, абсолютная правда. Абсолютная правда. И я причем не лукавлю. Да. Я все опять молчу в надежде, что ты вдруг что-нибудь скажешь. Ладно, у кого из них сильнее голос? Ну тут, наверное, объективно? Объективно самый сильный голос. Джиган. Да! Самый сильный голос у Джиган. Он круче всех поет. Видишь, я на твоей стороне пока тебе помогаю. Спасибо. Кто из них популярнее? Джиган. Джиган. Как бы там ни было. Но это правда уже. Хорошо. У кого из них лучше чувство юмора? Джиган! Ну я с ним недавно была на одной проге. Ну это же просто ну... Он даже ничего не говорит. Просто смешно и все. Он просто сидит такой, Джиган. Он такой, ааа... Все, все, все. Все смешно. Это правда. Так хорошо. Кто из них лучше смотрится на сцене? Ну это кстати... Ты взял красивых людей, стройных. Один еще вообще качок. Мод такой, такой томный. Да, Мари такая страстная, сексуальная. Юлян такая вся нежная, утонченная, тоже сексуальная. Ну как? Кто красивый? Хорошо, давайте по-другому. Я помогу тебе тоже здесь. Ты называла Марию Зайкой. Зайкой. Какие бы ты каждому могла дать определения? Так, значит Зайка. Так. Хомячок занят, я помню. Орел. Орел. Джиган. Джиган, Джиган. Нет, давайте не будем обижать моих коллег. А по кого это мы обижаем? Джиган у нас медвежонок. Медвежонок. Хорошо. А лиса? Ах, лиса. А, она лиса. Давай, хорошо. У кого из них больше хитов? На данный момент, на данный момент у Мота, потому что он раньше начал. Хорошо. А с кем из них работалось проще, а с кем, возможно, чуть тяжелее? Тяжелее я подразумеваю, естественно, знаешь, там, ну не сразу же попали там в условные ноты, тональности, ну то есть какой-то процесс был более долгий. Со всеми было очень прикольно, потому что с мальчиками по-другому, с девочками по-другому. Юля моя очень близкая подруга. Соответственно, с Юлей. Легче всего. Сразу договорились про все документы, про все вот это вот все, как мы снимаем сниппеты, где мы что поем. Она пришла ко мне на студию, она приехала, ну естественно, я написала песню. Она сама попросила, чтобы я спродюсировала ее вокал, помогла ей более как-то там открыться, да, чтобы мы синхронизировались по вокалу. Ну конечно с Юлей, ну конечно с Юлей. Ну понятно. Мы спали в одной кровати, о чем ты говоришь? Мы шампанское пили в одной кухне, в конце концов. Детское, конечно же. Да. Так вот, естественно, что еще, чтобы не отвлекаться от общества. Вот. Их завалялось детское шампанское. Конечно же. Так. Кому бы из них ты сходила на концерт за свои деньги без приглашения? Никому. Вот хорошо. Наконец-то правильно ответил. Ой, правильно, господи. Что несу. Я говорю искренне, я никому вообще из-за артистов не хожу. Единственный концерт, где я была, это 50 Cent и Black at Peace. Ну я не хожу на концерты. Если бы меня пригласили поддержать, я бы пришла. Я поэтому и спрашиваю за свои деньги. Объясни почему. Чтобы не было никаких потом на меня обид, я не слушаю русскую музыку в принципе. Я слушаю только фанк, джаз, соул, блюз, регги. И это все западное или какая-то латино. И создает русский. Молодец. Такой не человечек. С... Говнецой. Нет, извините, я не выглядела. Айти просочилась. Айти и вылезла. Ну зафикайте. Так. Кто из них, на твой взгляд, лучше пишет тексты песен? Ну тут есть два сильных претендента я считаю. Я думаю, что Мари и Мот. Мари и Мот. Мари и Мот. Это новый артист. Это как котопес, Мари и Мот. Мари и Мот. Вместе дуэт. Просто у нее девичьи они такие, а у Мота они реально... Слушай, подожди. А Мари и Мот у них же нет дуэта вообще, да? По-моему, фи-туа не было? Пока что нет, но я думаю, что они за горами это время. Мне тоже так кажется. Да. А может быть ты спродюсируешь для них трек? Я не думаю, что это понадобится. Ну хорошо, я просто накидываю на вентилятор. Они сами все спродюсируют. Если, например, дарил уже то еще раз. Уже, наверное, никому, да? Учитывая реноме. Всем. Всем можешь подарить песню. Всем из них, да. Супер. Кто из них более душевный? Муся. То есть джиган. Муся. А, Муся, это Караулова. Я все путаю. И с кем бы из них ты хотела бы еще один фит? Хотела бы. Вопрос. Хотела бы. С джиганом. С джиганом. Да. А мы продолжаем общаться в прямом эфире из Менка. Я в богине дискотеки. Так, смотри, у меня есть карточки достаточно много. Таро? Конечно. Мы сейчас будем раскладывать таро. Итак. Пятерка мечей. Тебя ждет. Меня ждет. Тебя ждет пятерка мечей. На выходе. И достаешь любую, отвечаешь, было или не было. Это игра. Да. Это игра. С такой грустью. Я просто вот это вот игры такие вот. Какие игры? Ну, такие вот. Ну, давай посмотрим. Какие игры. Ну, давай посмотрим. Тратила все заработанные деньги на развлечения или бесполезные вещи. Никогда в жизни. Ты что? Да, только если на шубку. Ну, все. То есть, ты думаешь, шуба стоила все деньги, которые я заработала за 25 лет карьеры? Я не знаю, что там за шуба. Что он за писец такой? Оказывается, ты все-таки плохо считаешь. Давай, следующий вопрос. Хорошо. Не транжирила. Очень много всего. Ты что? Я сижу на этих маркетплейсах. Это просто. Но не все. Все самое дешевое покупаю. Все со скидочками. Дарила ли дорогие подарки мужчинам? Да дарила. Волосы теребила даже. Конечно, дарила. А что значит дорогие? Ну, какие кудри, кстати. Все же я не сказал. Ну, какие кудри, а? А дорогие-то сколько? Ну что, пять тысяч? Вопрос к тебе. Что для тебя дорого? Пять? Ну, пятак, если что, дорого что для тебя? Что ты плукаешь-то? Если только не в УЕ. Дарила, конечно. Дарила дорогие подарки. Айфон ее дарила. Телефон какой-то зарубежный, да? Да я не знаю, можно ли говорить это или нет. Там фрукт нарисован. Фрукт нарисован? Да. Ну, это да, это достойный подарок. Ну, я считаю, это нормально для мужчины, правильно? Ну, более чем. А какие-то машины дарила? Ну, слава тебе. Ну, это извините, мне должны дарить. Извиняем-то, а это не дальше. Молодец. Писала или звонила бывшему после вечеринки? Нет. Никогда. Мы верим тебе, правда. Вообще вечеринок не бывает. Я на каждый день... Слушай, ну, конечно, писала и звонила, а потом на утро перезванивала. Он говорит, я все понял. Но ты не доезжала в итоге до него. Да вот ты что, издеваешься? Мы с девчонками, там, у нас шаба какой-то. Банетанцы у вас там. А на утро... Ну, как бы все... Меня же он знает хорошо, если это бывший. Потому что я же ни с кем не встречаюсь. Два дня, да? Человек меня хорошо знает. То есть минимум полгода мы встречаемся. Вот, поэтому да, было-был дело. То есть свои минимальные отношения были полгода? Да. Угу. В браке ты быстрее справилась. Давай следующий вопрос. В браке мы с ним были друзьями восемь лет. А-а. И жили полтора года вместе. Угу. До брака. Это не надо. И мы, кстати, дружим сейчас. Дружите до сих пор? Да. А вообще ты со всеми бывшими дружишь общаешься? Я даже денег могу у него попросить. Но мне просто не нужно. А теперь ты их берешь просто у лейбла. Да. А ты с бывшими вообще дружишь, общаешься? Вот с Ромочкой мы общаемся, дружим. С Илюшей мы дружим. И с Сережей тоже? С Сережей не было никогда. Да? Нет? Так, ага. А Вася был? Вася... Слушай, я не помню. Вот мы очень хотим, чтобы Вася был в качестве дуэта. Правильно? С Бастой. Я же так красиво пою. Я такой красивый припев напишу. Это будет огонь. Ага. Давай следующую карточку. А то сейчас уйдем в воспоминания. Бро взвернулся. Конфликтовала... Я была ведущей, кстати. С кем-то из артистов. Очень много, почти со всеми у меня не складываются отношения. А почему? Вот в чем смысл? Ну, точнее, в чем? Это ты такая импульсивная? Или вечно тебя подставляют? Ты понимаешь, когда дело доходит до договоров и процентажа? Не сейчас, раньше. Так. Начинается вот эта вот вся переп... Переподвыперт. Перепалка. 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 Перепалка начинается. И один говорит, я хочу 50. И кто-то говорит, а я там известней, чем ты. А другой говорит, а вот я хочу вот это. А там у других продюсеров, которые говорят, да вообще. Сейчас давайте все закроем эту тему. И естественно, на этой почве мы очень сильно ругались. Я очень обижалась. И до сих пор с некоторыми не общаемся. Ух ты. Но треки вышли? Да, конечно, треки вышли. Творчество прежде всего. И, в конце концов, это бизнес. А было такое, что вот вы не договорились, и в итоге там был какой-то хит, и вы его не выпустили? Никогда. Да. А, то есть всегда трек доходил до людей? Ну, я как-то стараюсь, все-таки девочка стараюсь, там, гибко как-то. У меня и риска очень тоже гибкая, она такая старается всегда очень толерантненько со всеми разными. Гибкая, но свои денежки от лейбов-то постоят. А мне нет. А гибкая-то гибкая, но... Угу, но хватка. Ать! Хватка четкая, мощная, сочная. Вот. То есть мы теперь так будем общаться. Это что значит? Что это за такое? Это... Бери карточку, потому что я чувствую, что... За доминирование! Я просто чувствую, что... Вот, молодец! Вполне возможно, какое-то словцо вылетит сейчас. Нет, не вылетит. Выводил мужчину из отношений и семьи. Никогда. Никогда. Табу. Ты читаешь так внятно, что очень всем понятно зрителям. Уводила ли я мужчину из отношений, из семьи? Никогда, друзья. Никогда. 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 Не уводила. Была там одна не очень ситуация, но это когда уже они перестали встречаться, а девочка почему-то обиделась. А они только перестали, ты, вот вы познакомились и она у тебя. А мы давно были знакомы, я давно ему нравилась. А он тебе понравился только когда освободился? Я уже не помню. А, я понял. Давай, давай следующую карточку. Пока еще есть времечко. Выступала на странном мероприятии или в очень необычном месте, Да. Рассказать в каком? Давай. Интересно. Вы уверены? А, ну все. А, а, а! Эту историю мы знаем. Давай, следующий. Держи, спасибо. К сожалению, наш формат не потянет такие истории. Слушайте, а вот если бы вот, было бы интереснее. Эх, если бы вот, Бьянк. Эх, если бы вот. Запоминай, слова известных. Как они известных личностей? Цитата великих людей. Великих людей, да. Крутила роман или интрижку с двумя мужчинами сразу. Конечно. Опа. Я думал, так и, конечно, нет. Да. Крутила. Крутила я даже не... Ах, ты ж. Хотел сказать ты, но не смотря. Не могу. Вот видишь, есть польза от этого эфира, что не все я могу сказать тебе в ответ. Я крутила, но как я крутила? Крутила-вертела, я смотрю. Нет. Все было очень чинно-благородно. То есть, это не было как будто бы я с плюсами мужчинами. То есть, с одним у меня были как будто бы серьезные отношения, а другой был для души, для музы. Мы с ним только целовались. Понимаешь? Ага. А трое было? Насколько я правильно воспитана. Безукоризненно. Держи. Спасибо. Сбегала со свидания или встречи с важным человеком? Со свидания или встречи с... Ну, например, со свидания сбегала... Со свидания сбегала. А, серьезно, да? Со встречи с важным человеком, если он для меня важен и мы понимаем, что это как бы мы будем win-win, зачем мне сбегать? Это понятно. А свидание как сбегала, что такое? Не понравилось? Позвонила бандитам своим знакомым, чтобы они оттуда меня забрали, потому что он мне угрожал. А, на свидании? Да. Это было первое свидание? Да, он был боксером. Боксер был? Известно очень, боксер. Вы все знаете, не буду просто называть. Не надо. И он тебе угрожал? Угрожал. Сказал, что он сейчас меня заберет. А это было, грубо говоря, первое свидание. А, он угрожал под знаком страсти, что я тебя заберу? Нет. Это было просто так взято за руку. Он сказал, что ты сейчас пойдешь со мной. Поняла меня? И такой, только пискни здесь. Я такая звоню, Денис, помоги. И все ребята приехали, спортсмены все такие. Он такой, я так и знаешь, что так поступишь. А как я должна поступить? Связи есть, правильно? Зачем же мне идти с каким-то психопатом куда-то? Непонятно. Когда есть много мужиков спортивных? В закат. Если есть много мужчин, прекрасных других спортсменов. Давай, финальный вопрос. И как бы это... Да. Жалела, что отдала или продала трек другому артисту, который стал хитом? Нет, никогда в жизни не жалела. У меня столько хитов. У меня весь концерт состоит из хитов. Бьянка, вот расскажи мне, пожалуйста. А вот есть ли какая-то уже формула написания хитов? Ну, ты же правда хитмейкер. Вот без преувеличения. Ты же хитмейкер. Вот есть какая-то уже у тебя формула написания? Как вот создать его? Вот есть уже там, вот из пункта А в пункт Б выезжает паровозик с хитом? Во-первых, я должна находиться в студии с тем человеком, которому я доверяю. При котором я могу делать абсолютно всё. Вот просто всё. Говорить всё, делать всё, рассказывать всё. А, абсолютно всё. Да, и чуть-чуть ещё. Во-вторых, это Ваня на данный момент и Тарас. Два моих битмейкера. Это очень важно. Во-вторых, у меня должно быть какое-то слово. Если песня мне не приснилась, это часто бывает, что мне снится песня, я встаю, записываю её и обратно засыпаю. Если не приснилась песня, а мне надо что-то придумать, я просто отталкиваюсь из того, что мне нравится, из того, что я хотела сейчас сказать, из того, что, в принципе, наверное, у меня болит, или под то, что меня бы пёрло. Танцевать, например, да? Вот я хочу потанцевать. И я вот думаю, как придумать такой текст, чтобы он не был таким зашкваром, знаешь, уже совсем-совсем баяном, интересным какие-то, интересные слова, там, не просто там танцпол, девчонки пляшут, юбки, тарасики. Ну, например, гутоперчивая походка. Ну, извини, гутоперчивая походка. Так я с тебе и говорю. А секси-фрау. Я молчу тут вообще. Вообще молчи сиди, мужчина. В общем, я как-то, вот, и эта музыка ко мне начинает приходить, и когда, получается, первые две строчки, мне стоит написать первые две строчки, всё, считай, песня готова. Ух ты, круто. Слушай, а было такое, что ты читала какую-то песню, ну, проходной, ну, и она в итоге бум, хит. Или всегда ты понимала, что ты хит? Проходной, она в итоге бум. В итоге бум. Я подумал, что это название трека, я думаю, так, я уже напрягся ещё раз, я так и бум, и ты ебал. Ну, вы повторяете, я думаю, как на свой ксения в материале-то? Нет, ты знаешь, был один раз случай, когда я думала, что трек реально порвёт, а в итоге вообще провал, по-моему. Расстроилась очень. Да ладно тебе. Очень расстроилась. Да ничего страшного, у тебя в запасе ещё сто хитов. Ну да. Так, давай, мы действительно считаем тебя настоящим хитмейкером. Ну, только не просите меня песню сейчас писать. Зачем писать? Ты с ума сошла? Это полтора миллиона стоит. Да, с ума сошла, это я давно, зачем ты спрашиваешь? Да, полтора миллиона стоит. Ты написать, не надо мне, спасибо твоих консультаций. Извините. Сначала с цветами рвать. Не заработала ещё? Давай. Девочки, я пока что не заработала полтора миллиона. Ты сейчас договоришься, я тебя не буду больше выручать. И сейчас начнёт тебя топить тут. Так, давай. The end, конец. Разбитый сердце, 8. Это обложка треки Люси Чеботиной «Солнце Монако». И сейчас давай мы с тобой попробуем оценить нашумевшие хиты, которые не твои, и такое тоже бывает, хиты не твои. Блин, знаешь, как жалко, когда хорошая песня и не моя. А, да? Когда вот нравится песня. И не твоя. Есть ревность, да? Это не ревность, это жалко просто. Ну, вот давай, вот, допустим, «Солнце Монако», первый трек, который мы разберём, вот какую бы ты оценку по десятибалльной шкале поставила бы ему? А почему? Я не поняла, что это такое? Это просто обложка. Хорошо. Люся Чеботина, я буду писать. Это её обложка? Это обложка трека. А почему «За Энт»? Ну, так, это потому, что это альбом был «За Энт». А, всё, поняла. Хорошо. «Люся Че» назовём её. «Люся Че». Какая оценка «Люся Че»? За «Солнце Монако»? За «Солнце Монако»? Или по десятибалльной шкале? По десятибалльной шкале, за то, как она исполняет на концертах и за номера, которая ставит ей её постановщик, десять. Я про песню спрашивал, а не про концертную. Я беру всё. Берю в совокупности. Я беру всё вместе. Понимаешь, мне так комфортно. Какой-то у тебя из французского акцента ушло в кавказский. Вопросы есть. Хорошо. «Десятку» ставим, Люся. «Десятку» ставим, да. Хорошо. «Солнце Монако» у нас десятку. Отправляем ей. Давай, «Комета», «Джонни», трек. Сколько бы ты оценила бы его песню? И, кстати, можно сказать, почему. Допустим, тут ты сказала в совокупности с номерами и прочее. Вот «Джонни», «Комета», но трек «Только ленивый» этот тоже не знает. Ты же знаешь этот трек. «Джонни», во-первых, очень харизматичный парень. Я думаю, может, просто не та песня. Мало ли. Очень харизматичный парень. Мы в первую очередь рассматриваем трек, потому что мы говорим о том, что ты хитмейк, ты сама создаешь песни. И они тоже сами пишут, и соответственно. В данном случае, да. Наверняка есть люди, которые не сами писали дальше, поэтому здесь я акцент такой не ставлю. Ух ты, что-то увидел дальше. Я смутилась. А вот мы и узнаем твое мнение. Ну давай, действительно. Тут сразу 10. «Комета» 10. Это хит. Это прям 10+. Знаешь, что мы можем оценить, например, фразу, слово. Особенно сочетание слов этих необычных. «Буря мглой и небо кроет». Как спета. Хорошо. 10 баллов. Да, с плюсом. О, у нас лидер появился наконец-то. Будет сложно найти лидера. Давай дальше идем. «Ягода малинка» Хабиб. Оп-оп-оп. Крутит головой. Да, это в топ. Такая тебе грустинка. Хорошая. Я не смогу объяснить, почему я так сейчас смеюсь. Я даже боюсь понять. Но я не могу. Это даже... Что, у тебя стырили эту песню? Давай так. Серьезно? Давай так. Они стырили у тебя эту песню. Все, я просто накидывать начинаю сразу. Ты вот такие паузы не делай. Я же быстро вцеплюсь. Я задумала. Я ушла в себя чуть-чуть. Я представляю даже. У меня есть пару вариантов, почему. Но мы отсудим это, видимо, во время клипа. Как хит. Сам хит для русской эстрады. Десять. Как то, что похвалы не будет. Похвалы не будет. Да, десять с минусом ставим. Ну что, нам нужно... Да, десять с минусом. Относительно десять с минусом. Давай девять. Девять. Да, все. Какая ты жестокая. Ты жестокая. Батюшки. Смотри, девятка. У меня же батюшки проснулась. Это все ягода-малинка. Да, ох. Давай, не лето-любимка. Сколько ставим? Мне очень нравится не лето, поэтому... Нет, смотри, мы оцениваем, в первую очередь, не артиста, а именно хит, трек. Вот, любимка. Может быть, не совсем ты поняла, там, слова какие были. Да это и не важно. Не важно. Вайб. Вайб. Вайб на десятку опять? Вайб на десятку. Да что ж. А, смотри, у нас есть уже с плюсом. Пока получается, что комета лучше от этих всего. Я напоминаю. Пока да. Хорошо. Десять. Просто десять. Просто как дела? Так, давай дальше. Малиновая лада. Просто десять. Гоязов. О, говорит, петь не буду. Девять. О, да? Да. Я вот так сделал. Гоязов, Бразерс, ГБ. Долго писать. Десять? А, девять. Девять, девять. А почему? Только потому, что я вообще не воспринимаю такой музон. Ну, вот вообще. А как хит хорошая песня? Угу. Хорошо. Галибри Мавик. Федерико Феллини. Я как Федерико Феллини. Дайте Оскар это. Так. Ну, что ж ты будешь делать? Я сейчас с ними знакома. Ну, слушай. Ну, это хит. Ну, это хит. Это был хит. И он формал. Смотри, очень важная пометка, чтобы тебе было легче кому-то ставить оценки ниже. Мы выделяем все хиты, как вы видите, не которые сейчас, а вообще. То есть, это хиты уже долгосрочные. И много лет некоторым песням. А они до сих пор хиты. То есть, это плеяда лучших из лучших. Но у каждых лучших из лучших может быть чуть меньше оценка. Это нормально. Я помог, как мог тебе. Давай, говори. Семерку ставим? Давай поставим 9+. Ага. А, ты не знаешь, я даже терялся, где писать, бедный. 9+. Хорошо. И финальный трек нашей рубрики. За день... Ну, наверное, сюда повешу, что тут места нет. За деньги, да. Инстасамка. Видишь, для нее даже места не нашлось. Сари какая, а? Да нашлось, просто там не видно будет. Так, как... Давай только трек обсуждать. Конечно. Мы же только трек и говорим. За деньги, да? 10. 10. А если не только трек? А вот это вот... А вот это вот зачем, как говорится? Зачем начинать? Вот зачем? Ты слышал выступление живое? Ну что же, время нашего эфира, к сожалению, подходит к концу. Подошло к концу. А давай заканчивай сама. Ну что же, дорогие друзья, время нашего эфира, к сожалению, подошло к концу. Поэтому мы вынуждены попрощаться с вами. Спасибо, что смотрели нашу передачу. Какую? Ты помнишь название? Ты помнишь? У тебя ухо. Ухо? Пожалуйста. А это было шоу «Жара в эфире». Это было потрясающее, яркое, красивое, смешное, забавное. Какая талантливая. Биянка у нас в гостях. Спасибо тебе большое, что ты пришла. Это было круто. И вам спасибо большое. Спасибо большое. С вами были Биянка, Костя Браво. Читайте «Жару». Костя Браво. Именно так. Молодец. Выучилась. Слушайте, наконец, под конец программы. Читайте «Жару Мэк», смотрите «Жару ТВ», слушайте «Жару ФМ». Увидимся. Всем пока. На, пока. Субтитры сделал DimaTorzok